Добрый день, меня зовут Алексей Баранцев, и сегодня я расскажу вам про характеристики качества автотестов. Название немножко отличается от того, которое вы видите в программе, я его чуть-чуть уточнил, потому что я буду рассказывать именно про характеристики, перечислю их, объясню, что они из себя представляют, но не скажу вам о том, как ими пользоваться. То есть, собственно, о том, как вот эту оценку делать, я вам не скажу. Зато скажу, где про это можно почитать. Меня зовут Алексей Баранцев, я являюсь своего рода руководителем, главой Software Testing Crew. Заходите на наш сайт, мы проводим много интересных тренингов. То, что я вам сейчас буду рассказывать, тоже в каком-то смысле является частью тренинга. Он ровно неделю назад начался, и так и называется автоматизация функционального тестирования. Ну и некоторые знают меня как разработчика Selenium, одного из разработчиков, поэтому иногда на слайдах будут примеры, в которых Selenium упоминается. Но я надеюсь, что ничего сложного там не будет. Кто уже умеет, знает, как можно, по каким характеристикам оценивать качество автотестов? Поднимите руки. Немного. А вообще, кто умеет оценивать качество? Лес, рок, чего-нибудь, программы, компьютерные программы. Умеете? Вы же тестировщики в зале вообще есть? Как не умеете? Уже не уверены, да. Как это вы не умеете оценивать качество компьютерной программы? Это ваша основная работа. Тестировать, оценивать, понимать, хорошая она или плохая, качественная или некачественная. Ну ладно, я вам сейчас расскажу, как это делать, так уж и быть. Но в контексте автотестов. Хотя то же самое вполне применимо к любой другой программе. Автотесты — это же тоже программа. Она написана на языке программирования, запускается, обладает какими-то характеристиками. И вот про эти характеристики мы сейчас поговорим. Сразу раскрою тайну. Есть такие стандарты. Они достаточно недавно появились. Раньше был стандарт 91.26, который назывался «Характеристики качества программного обеспечения». Потом в какой-то момент люди напряглись и решили, что одного стандарта мало. Написали штук примерно 10, которые этот один заменяют. Все они входят в серию 25 тысяч. И сейчас я буду рассказывать вот про вот этот вот — Quality Model Division. Есть еще стандарт, который описывает правила формулировки требований. Есть стандарт, который описывает, как именно измерять или оценивать качество. Там перечисляются конкретные метрики, по которым все это можно измерять. Правда, большинство метрики такие, типа экспертная оценка. То есть как хотите, так и оценивайте. Но, тем не менее, некоторые предлагаются. Кроме того, там метрик слишком много. Если ими всеми воспользоваться, то вам конец сразу. Лучше вообще не измерять. Да, эти стандарты ИСОшные, но они там под двумя стандартизационными комитетами одновременно проходились утверждения. Так что ИСОшные тоже. Но самое замечательное не это. Не то, что они ИСОшные. Самое замечательное то, что в мае этого года вся эта серия стандартов была принята в качестве стандарта ГОСТ российского. То есть теперь это называется ГОСТ-Р-ИСО-МЭК-25-010. Вот официальное название. ГОСТ-ИСО-МЭК-25-010. Модель качества продукта, модель качества при использовании. И еще один побочный стандарт, такой вот 12-й, модель качества данных. Я сегодня буду говорить только про одну часть, вот эту вот модель качества продукта. Но модель качества для использования, она такая своеобразная, она больше ориентирована на продукты, которыми люди пользуются много и часто. Тестами мало кто пользуется. Они работают, себе работают. Единственная ситуация, когда ими надо пользоваться, две ситуации. Первая, это чтобы писать. Вторая, это когда тест упал, понять, почему он упал. Вот, собственно, к этому все использование и относится. А модель качества при использовании, она упоминает всякие удовлетворенность, комфорт от использования программы. Какой комфорт? От использования тестов. Тест упал. Вы приходите, у вас комфорт от использования, да? И ничего подобного. Разве что удовлетворенность может быть. Мы сейчас сосредоточимся на вот этой вот части. Это как бы объективные характеристики качества. А модель качества при использовании это своего рода субъективные характеристики качества. Про это не будем особо говорить. Итак, стандарт 25.0.10. Он предлагает оценивать качества не только программной системы, вот это вот, но и также программно-аппаратного комплекса и даже системы, которая включает в себя человека. Но, как видите, та часть, про которую я собираюсь говорить, она относится в первую очередь либо к самой программе, к продукту, либо к программно-аппаратному комплексу. Вот так это software, вот так это компьютер-систем. Так что я все сужаю и сужаю себе область, про которую я собираюсь рассказывать, чтобы вы поняли, что я не собираюсь рассказывать про все-все-все. Что написано в этом стандарте? Там перечисляются характеристики. Выделено раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь характеристик верхнего уровня, и каждая из них дальше дробится на подхарактеристике. Этих подхарактеристик много, а вот тот стандарт, про который я упоминал, 30-й, не 10-й, а 30-й, в котором перечисляются конкретные метрики, там еще для каждой из вот этих вот подхарактеристик приводится по 10-20 метрик для каждой, которые можно измерять. В общем, жуть. Вот это вот охватить бы и то уже хорошо. Как стандарт правильно использовать? Это не означает, что надо сразу идти и что-то измерять. Сначала надо повесить перед собой вот эту вот табличку, медитировать, смотреть на нее долго и сказать, а про что из упомянутых здесь слов я вообще ни разу не задумывался. Задумывался ли я, например, о защищенности моих автотестов? Кто задумывался о защищенности автотестов? Некоторые задумывались, а не знают от кого. А кто задумывался о совместимости? С чем? А, вопрос «с чем» означает, что вы уже задумывались о совместимости, только пока еще не знаете с чем. Тем не менее, некоторые о совместимости задумывались. Ну, в общем, сейчас мы по всем этим характеристикам и даже по подхарактеристикам пройдемся, и вы узнаете, и с чем, и от кого защищенность. Я вам сейчас про это расскажу. А те, кто надеются, что я вам буду рассказывать, как правильно писать код тестов, будут разочарованы. Именно про это я рассказывать не буду. Я расскажу про неочевидные характеристики качества, на которые как раз внимания-то обычно не обращают. Тем не менее, одни, они тоже важны. И они тоже каким-то образом связаны с качеством. Итак, поехали. Первая группа, большая характеристика, которая включает в себя ряд подхарактеристик, это функциональная пригодность. В старом стандарте это называлось по-простому функциональность. Функциональная пригодность. Я с конца начну. В стандарте не в таком порядке перечисляются, но тем не менее, мне последний пункт кажется более важным. Функциональная целесообразность. Это самое первое, о чем вам надо подумать, когда вы вообще задумались о качестве чего бы то ни было. Целесообразность. Целесообразно ли вообще разрабатывать автотесты? Может быть, самые лучшие автотесты, это те, которые вы вообще не сделали из соображения целесообразности. Вот вам надо написать автотесты, которые будут запускаться один раз. Целесообразно такие тесты писать? Кто сказал нет? А если нет способов протестировать это вручную, например, какая-нибудь имбедит система? Тогда да. Правильно. Нет обназначенного ответа на этот вопрос практически никогда. Целесообразность, она всегда измеряется по месту. Иногда целесообразно, иногда нецелесообразно, но вы должны сами себе на этот вопрос ответить. Целесообразно ли писать автотесты? Целесообразно ли делать автотесты сложными? Когда как? Некоторые книжки начинаются с того, что… Ну, про автотестирование, естественно. Рекордер зло, никогда не пользуйтесь рекордером. С какой стати? А если целесообразность подсказывает мне, что надо рекордером записать тест, потом его пять раз прогнать, потом выкинуть? Зачем мне писать код? Зачем мне учиться программировать? Это нецелесообразно. Я возьму рекордер, запишу сценарий, и все. Почему люди пользуются калькуляторами иногда вместо компьютеров? Целесообразно. Им не нужен компьютер, им достаточно калькулятор, чтобы все посчитать. Более того, людей, которые пользуются калькуляторами, больше, чем тех, которые пользуются компьютерами. Потому что таких задач больше. И я вам открою секрет. Вот перед вами рекордер, Selenium IDE, плагин к браузеру. Людей, которые его скачивают, на порядок больше, чем те, которые скачивают веб-драйвер, то есть предназначенный для написания кода на языке программирования. Он в 10 раз популярнее. Потому что… Что? Мы хотим заменить его на более хороший, потому что мы понимаем, что это целесообразно, часто целесообразно использовать рекордер. Окей. Давайте дальше. С целесообразностью все понятно. Корректность. Функциональная корректность автотеста. Иногда еще говорят точность. Что это могло бы быть? Что значит корректность теста? Тест вообще зачем нужен? Правильно. Тест нужен для того, чтобы что-нибудь проверять. И вот насколько хорошо, насколько он корректно выполняет эту свою задачу, вот это вот и является показателем по этой характеристике. Функциональная корректность. Вот перед вами пример теста, предназначенного для того, чтобы узнать, правильно ли работает вот эта вот функция. Create new file. Ну, понятно, она создает новый файл на диске. Это хороший тест или плохой? Почему? Почему тест плохой? Он ничего не проверяет. Создался файл? Хорошо. Не создался? Ну, тоже хорошо. Какая-то вообще разница, создался он или не создался? Ну, это плохой тест. Тест должен проверять. В этом его самая главная задача. В этом его корректность как раз и состоит. Проверяет он или не проверяет, что файл создался? Окей. Следующий пример. Проверяется, что эта функция create new file вернула значение true. Да, да, файл создался. Этот тест хороший? Почему? А вдруг она вообще всегда true возвращает? То есть внутри никакой реализации нет, файлы не создаются, и вообще ничего не происходит. True возвращается, и все. Знаете, есть такой стандарт. Многие наверняка знают про этот стандарт. COSEX. Стандарт для операционных систем. Ну, и там есть математические функции, описание того, как математические функции должны работать. И, например, функция sinus в этом стандарте описана так. Функция sin от какого-то там аргумента, число с плавающей точкой, должна вычислять математическую функцию sinus. С какой точностью? Неизвестно, с какой-нибудь. То есть если функция всегда возвращает ноль, то мы можем сказать, что она вычисляет синус с точностью плюс-минус один. И она будет в соответствии с этим стандартом, вообще говоря, правильная. То есть тест, он как вот этот вот стандарт, может проверять, ну, совершенно ничего. Хотя вроде бы assert-то теперь есть. Есть. Но он все равно плохой. Некорректное, неточное, не то проверяет. Мало. Окей. Добавим еще один. Проверяется, что файл после этого таки существует. Еще мало? Почему? А вдруг имя у него не то? И вообще, а вдруг функция exist тоже всегда true возвращает? И это всегда true возвращает, и это true возвращает. И они вообще ничего не делают. И к файловой системе это никакого отношения не имеет. Может такое быть? Может. Да какая же она стандартная? Обе они тут, одна шайка-лейка. Но тут уже все-таки лучше, потому что мы одну функцию проверяем при помощи другой. То есть такая как бы круговая порука получается между ними. Если уж они все реализованы неправильно, то тогда ничего не сделаешь, да? Мы все-таки верим в то, что хотя бы какая-то из них правильно работает. Хотя бы вот та, которая проверяет существование файла, правильно работает. Ну да, совершенно верно. А может имя еще надо проверить? Убедется, что он с тем именем создался? А может быть два файла создалось вместо одного? Можно так постепенно эти проверки добавлять? Да, я вот сейчас добавил проверку того, что в директории создался ровно один файл. Можно и имя еще проверить. Это осталось или прошло? Ага. Вот. Но согласитесь, что таких проверок добавлять будет слишком много. Никуда не годится, да? Поэтому нужно вернуться обратно к целесообразности. Не надо делать слишком много проверок. То есть да, надо, чтобы было достаточно корректно все, но все-таки при этом соблюдайте целесообразность. Функциональная полнота. Что с ней? Ой, пардон. Нечально нажал. Функциональная полнота, она уже к отдельно взятому тесту в меньшей степени относится. По большей части мы уже говорим про набор тестов. Но это уже не столько область разработки тестов, сколько тест-дизайн. Вот насколько вы хорошие тесты спроектировали, насколько вы хороший тестовый набор спроектировали, настолько он будет полон. Обеспечивается функциональная полнота. Следующая группа характеристик – производительность. Временные характеристики, использование ресурсов и capacity, емкость, потенциальные возможности. И так в русском стандарте переведено. Что здесь можно и нужно оценивать? Ну, скорость работы тестов, да? Правильно? Временные характеристики. Предположим, у вас есть набор тестов, который выполняется за час. Это много? Ну, когда как, да? Иногда много, иногда вообще ни о чем. Как сделать так, чтобы этот тестовый набор выполнил за 10 минут? Да, надо просто взять 10 компьютеров, разбить этот тестовый набор на 10 частей, и с 60 минут у вас получается 6. То есть задача улучшения временных характеристик решается очень просто. Из-за этого многие не заботятся вообще о том, чтобы тесты работали быстро. А зачем? Мы сейчас их распараллелим, и у нас будет все хорошо. Но тогда начинает расходоваться больше ресурсов. А ресурсы – это тоже деньги. Поэтому здесь приходится искать некоторый баланс. Побыстрее тесты, значит, меньше ресурсов будет расходоваться. И, конечно же, распараллеливание работает прекрасно. Но ресурсов, сами понимаете, уже много виртуальных машин, много всякого интересного. Это неправильно. В холостую расходовать ресурсы не надо. Поэтому надо все-таки тесты ускорять. Некоторые расходуют ресурсы вообще время бездарно. Используют печально известный шаблон проектирования сон. Везде вставляют задержки искусственные, фиксированные. Тут подождали 10 секунд, тут 10 секунд. А если тестов много, эти 10 секунд умножаются на количество тестов. Получается безобразие. Но, конечно же, эта характеристика качества не такая уж существенная. Потому что решать ее надо вот так вот. Про это рассказывают, я думаю, на каждой конференции. Не знаю, рассказывали на этой или нет. Должны были рассказывать. Надо писать мало тестов вот здесь и много вот здесь. Почему здесь? Да потому что они быстрые и ресурсов мало расходуют. И многие других у них и достоинств, конечно, тоже. Но вместо того, чтобы тесты распараллеливать и как-то их ускорять, какие-то алгоритмы придумывать, еще что-то такое, надо по этой пирамиде двигаться сверху вниз. Делать тесты более быстрые и менее ресурсоемкие. Поехали дальше. Следующая группа. Совместимость с сосуществованием и интероперабельность. Возможность взаимодействовать с ним. Сосуществование с программами, с которыми тесты не должны никак взаимодействовать вообще. Главное, чтобы друг другу не мешали. С чем тесты могут конфликтовать? Во-первых, конечно, тесты могут конфликтовать друг с другом. Да. Сосуществование тестов друг с другом. Вот этот тест создает файл с именем test.txt, и этот тоже создает такой же файл с таким же именем в одной и той же директории. Понятно, что они оба одновременно не могут завершиться успешно никак. А все почему? А потому что я им сделал общую фикстуру, общую временную директорию. Я не обеспечил изоляцию тестов друг от друга. Вот они теперь и конфликтуют. Мораль? Тесты надо изолировать друг от друга. Конечно, иногда бывают конфликты и не у тестов между собой, а у тестов или даже инструментов тестирования с чем-нибудь. Например, был у нас такой момент, когда Касперский, и не он только, и остальные антивирусы тоже, категорически отказывались селениум даже разрешать скачать на диск. Все, там вирус. Ну да, там есть перехватчик, который трафик сетевой слушает, анализирует. Ну нужен, ну нужен, понимаете? Все равно вирус, все, никакого вам селениума не будет. И в корпоративной среде это действительно очень серьезный барьер. Там этот антивирус настроен, и вы его ни отключить, ни удалить, ни поменять настройки не можете. Все, проблема. Тесты конфликтуют с антивирусом. Ну и с чем-нибудь другим еще там, с прокси, с еще чем-нибудь могут конфликтовать. А интероперабельность, это имеется в виду возможность взаимодействовать с теми, с другими программами, с которыми это взаимодействие необходимо. Ну и тут опять-таки, селениум. Телениум. В качестве примера приведу. Он должен взаимодействовать с браузерами, собственно, он через браузеры и работает. И без них никак. Печально знаменитый баг, про который каждую неделю, наверное, кто-нибудь спрашивает. У меня не запускается Firefox. И есть несколько стандартных ответов. Проверьте, что версия правильная, проверьте, что отключен антивирус в фейервол прокси, проверьте сетевые настройки, проверьте, что порт не занят. И тогда вам будет обеспечена вот эта самая интероперабельность. В конце концов, мы замучились. И теперь надеемся, что в следующей версии этого бага не будет совсем. Ну и типа того, да. Но альтернативным путем он теперь поддерживается. Через другой механизм интеграции. Но это действительно реально серьезная проблема, когда ваши тесты не могут взаимодействовать с тестируемым приложением. Вот самая главная проблема интероперабельности. Взаимодействие с багтрекером. Еще один интересный пример. Я очень люблю такие реализации. Запускайте тесты. И если баг, вот возле теста написан номер бага. Если баг все еще открыт, то этот тест запускается, и фреймворк проверяет, что он падает. Ведь баг-то еще не исправлен. Значит, тест должен падать. Проверяется, что он падает. Если вдруг по-прежнему в багтрекере открыта еще проблема, а тест перестал падать, значит, что-то пошло не так. Кто-то что-то исправил, и оно само вдруг отремонтировалось так. Не бывает, подозрительно. И наоборот. Если баг закрыт, то тогда тест должен автоматически сразу пройти успешно. А если он по-прежнему падает, значит, кто-то что-то неправильно закрыл. Ну и реализуется. Вот вам пример реализации. Я его сейчас быстро пролесну. Кто хочет приходить, я могу код показать где-нибудь в кулуарах. Следующая характеристика. Группа характеристик. Удобство использования. Здесь с тестами все достаточно просто, конечно же. Но, тем не менее, я хочу отметить два важных пункта. Почему просто? Потому что ими почти никто не пользуется. Но, тем не менее, немножко-то все-таки пользуются. Управляемость и доступность. Вот эти две части очень важны. Ну, изучаемость это тоже. Если вы тесты написали плохо, приходит новый человек в компанию. Вы ему говорите, ну, иди там разберись, как тесты написаны. Иди разберись, как они запускаются. Он не может ничего понять. Это важно. Но, вот это вот управляемость и доступность. Доступность для кого? Правильно отвечать. Для заинтересованных лиц. Для тех, кому надо. Обычно доступность выглядит как-то вот так вот. Что самое важное надо нам получить от тестов? Информацию о результатах. Какие прошли, какие не прошли. Вот эта вот информация должна быть доступна. Всем быстро. Ну, в первую очередь. В первую очередь именно эта информация. Всем и быстро. То есть, если тест упал, значит, везде там включается сирена, идут оповещения на электронную почту, на смс. Тесты упали. Все плохо. Ну, и есть какой-то интерфейс, позволяет посмотреть, что именно упало, насколько у нас серьезные проблемы, кто уронил и все такое прочее. Вот обычная сервера непрерывной интеграции как раз предоставляет пользовательский интерфейс. Отсюда же можно тесты запускать. Ну, вот это вот можно считать, что это один из аспектов удобства. Доступность определяется также тем, как вы тесты написали. Иногда бывает так. Заходишь, посмотреть, как тесты прошли, и там написано «тест 1, тест 2, тест 3, тест 4, тест 5». И «тест 3» упал. Что это значит? Что у нас сломалось? Непонятно. Названия у тестов должны быть хорошие, понятные, иногда длинные. Длинные – это хорошо. Ну, и тогда ваша вот эта вот система, которая предоставляет пользовательский интерфейс к результатам, будет считаться удобной и доступной. Но иногда надо тесты запускать и через консоль тоже, особенно если в процессе разработки и через среду разработки тоже надо уметь запускать. Там тоже должна быть обеспечена, конечно же, доступность. Остальные две, да, вот эти вот две характеристики – защищенность от ошибки пользователя, эстетика пользовательского интерфейса. Но это не так важно, все-таки тесты без этого прекрасно обойдутся. Пользователи у нас все обученные. Необычных пользователей мы не допускаем. Если кто-то уронил, то мы его накажем. Надежность включает в себя следующие подхарактеристики. Завершенность, готовность, отказоустойчивость, восстанавливаемость. Завершенность – это тоже неудачный перевод на русский язык. В оригинале это называется maturity – зрелость. Зрелость. Ну, тут ничего нельзя сказать. Тесты должны быть зрелыми. Готовность. Под готовностью обычно подразумевается время доступности системы. Сайт должен работать 24 на 7. Ну, тесты тоже. Тесты должны работать 24 на 7. Вот они там на сервере непрерывной интеграции. Появился новый коммит, сборка, установка, запуск тестов. Вот это вот доступность тестов. У кого нет сервера непрерывной интеграции? Позор. У меня есть. Позор. У кого нет сервера непрерывной интеграции, вот в понедельник вернетесь и сделаете. Отказоустойчивость и восстанавливаемость. Тесты должны проверять, мало того проверять, обеспечивать для себя выполнение предусловий. Ну, здесь некий условный тест, который какую-то там группу откуда-то удаляет. Вот вызывается функция удаления группы. А если групп нет, если удалять нечего? Правильно. Не просто precondition. Если групп нет, список пуст, то надо группу добавить. А потом сразу же ее удалить. Если есть, то можно удалять какую-нибудь существующую. А если нет, то сначала добавить, а потом удалить. Не пропустить этот тест. Ой, извините, я не могу ничего удалить, потому что нечего удалять. А каждый тест должен сам, сам сделать все необходимые подготовительные действия. Перейти на нужную страницу, запустить приложение, браузер, если оно не запущено, поменять конфигурацию. Каждый тест должен для себя всю необходимую предварительную работу проделать. А не падать с криками, а, ничего не получается. Это плохой тест. Это к вопросу про надежность. Вот такой тест может считаться надежным. Эффект домино. Один упавший тест тянет за собой все остальные, потому что все остальные предполагали, что он завершится успешно. Ага, сейчас. С эффектом домино нужно бороться. Это тоже отказа, устойчивость и восстанавливаемость от ошибок. Есть такая характеристика качества, группа. Защищенность. Кто на продуктиве тестирует? Смотрите все на них. Вот у них, да, потенциальные проблемы с защищенностью. Но они наверняка их как раз очень тщательно решают, стараются. Где-то на продуктиве сделать специальное место, выделенное песочницу, где тесты работают, и не имеют доступа к реальным данным, реальным пользователям. Не могут их разрушить, целостность. Не могут получить к ним доступ, конфиденциальность. Ну, а те, кто на тестовом стенде работает, у них, конечно, с этим проблем меньше. Что там на тестовом стенде скрывать? Там ничего кроме тестовых данных нет. Какая там конфиденциальность? Целостность? Ну, ладно, разрушили базу данных, выкинули, накатили снова чистую. И продолжаем тестировать. Тем не менее, все-таки есть и там тоже проблемы с конфиденциальностью. Иногда встречаются. Например, нас однажды очень здорово наказали, когда мы сделали классную систему протоколирования для тестов. И вот в этот протокол попадали пароли в открытом виде. Ну, то есть ввести такие-то данные в такое-то поле ввода, такое-такое-такое поле ввода, и ввести в поле пароль такой вот пароль. Ну, и пароль, вообще говоря, был немножко секретный. А доступ к логам имели все, кому не лень, они не выкладывались в открытый доступ. Ну, все, вот это вот как раз конфиденциальность. А с другой стороны, мы старались обеспечить вот эту характеристику качества. Отслеживаемость. Протоколирование же как раз вот оно для этого предназначено. Ну, вот за счет отслеживаемости мы себе получили провал в другом месте, в конфиденциальности. Переносимость. Адаптируемость, устанавливаемость, взаимозаменяемость. С взаимозаменяемостью все хорошо, потому что тесты чаще всего пишутся под конкретную систему, там ничего никуда заменять не надо. Устанавливаемость. Ну, да, да, не должны как-то вот устанавливаться, должна быть такая возможность. А вот что такое адаптируемость? Про нее я хочу рассказать поподробнее. Посмотрите вот сюда. Это плохой тест. Неадаптируемый. Не на любой системе его можно запустить. Чтобы он был адаптируемым, надо, чтобы в качестве временной директории использовалась какая-то та, которую система предоставляет. Нельзя использовать фиксированные пути, нельзя использовать какие-то предположения, версии операционной системы или еще что-то такое, если, конечно, такая возможность есть. Везде нужно попытаться адаптироваться к различным окружениям, в которых эти тесты будут запускаться. Следующий пример. Вот сюда вот обратите внимание. Удаляется группа с идентификатором 42. Ну, окей, хорошо. Один раз я этот тест запустил, группа с идентификатором 42 удалилась. А что будет в следующий раз? Просто упадет. Он скажет, нет такой группы. И некоторые говорят, это проблема с надежностью. Ничего подобного. Надежность – это когда где-то там ошибка возникла, а система отказоустойчивая, а она с этой ошибкой исправилась. Тут же никакой ошибки не возникло в системе. Ну, нет группы с такими идентификаторами? Нет. Это не ошибка. Это нормально, естественное поведение, к которому система должна адаптироваться. Вместо того, чтобы использовать фиксированный идентификатор, по порядковому номеру можно удалить или динамически как-то этот идентификатор, прочитать, узнать и использовать его, но не фиксированный. И та самая характеристика, про которую я вам не собираюсь рассказывать – сопровождаемость. Надо писать хороший код, он должен быть модульным, должна быть возможность многократного использования тех частей, которые можно многократно использовать. Код должен быть легко анализируем, то есть понятные названия, понятные комментарии, понятная архитектура, структура, все такое прочее. В него должно быть легко вносить изменения. Ну и тестируемость тоже. Иногда свой код тестов тоже приходится немножко тестировать. Все это правда. Но тут я вас отсылаю к литературе. Здесь нет ничего специфического. Да, есть книжка, которая написана специально для тестировщиков. Вот это вот XUnit Test Patterns. Но вообще-то надо просто читать хорошие книжки про программирование. Там все написано. И ничего такого сверхинтересного я вам вряд ли смогу рассказать по поводу этой характеристики лучше, чем написано в этих книжках. Все, удачной автоматизации! Спасибо. 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 Спасибо.